Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Всем-всем здравствуйте. А знаете, о чем мы сегодня с вами поговорим? А сегодня я расскажу вам про космонавта Гречка. Вы скажете, вот, пожалуйста. Нет, нет, друзья мои, это в книге я вычитала в одной. Он, как вы знаете, был знаком с Иваном Павловичем Неумывакином. И вот как-то он пожаловался на свои проблемы, уже будучи в таком, в серьезном, скажем, честно, возрасте. Они встретились с ним, они вспоминали молодые годы, они вспоминали всех наших, скажем так, лучших космонавтов. И знаете что? И, естественно, он поделился своими проблемами. Не просто так, говорит, я приехал к вам, Иван Павлович. Ну, а Иван Павлович, он же такая умничка. Он же, ой, я дышу, и знаете, такой запах моря. Такой вот, ой, чистый воздух, просто не передать. После пробежки одно удовольствие идти и беседовать. А как, сама с собой не будешь же беседовать? Я беседую, включаю камеру и беседую со всеми с вами, мои дорогие, мои любимые. Мне и хочется, и хочется вам говорить, потому что у меня публика бриллиантов, у меня публика жемчугов, у меня публика дочерей и сыновей, царя-царей. Сто процентов. И поэтому продолжаем. Посмотрите, какое здесь море. Цвет просто необыкновенный. Просто, нет, с черным морем ничего не сравнится. Кто бы что ни говорил. Я здесь такие виды вижу, что просто. И вот они разговаривали, общались, общались. И получайте рецепт, назовем его от космонавта, Георгия Гречка. И в одном из журналов он этот рецепт поделился с удовольствием этим рецептом. Вот Иван Павловича Неумывакина, но только для Георгия Гречка. Однажды, говорит, прыгнув с парашютов, он сломал ногу. И многоосколчатый перелом, это очень такой, серьезный перелом. Врачи дали понять, что о полете в космос можно забыть. Кроме одного доктора, да? Это доктор Иван Павлович Неумывакин. И вот благодаря яичному ликеру, так называемому, который посоветовал ему Неумывакин, Гречка быстро поправился. Вот этот рецепт. 5-7 куриных яиц вымыть, обсушить и положить в банку. Выжать в нее сок лимонов, чтобы полностью этот сок лимонов покрыл яйца. Поставить в холодильник. И когда скорлупа растворится в соке, там меня спрашивают, сколько дней, не знаю. Это рецепт от Гречка. От Гречко. Это Георгий Гречко, космонавт. И вот выжать тогда, значит, после того, как в холодильнике постоит, именно когда скорлупа растворится в соке, вот тогда. И останется тонкая пленка. Яйца тогда растереть и процедить в стерилизованную банку. И добавить по одной столовой, нет, по одному даже стакану меда и коньяка. Это мед и коньяк, это будет как консервант. Перемешать, разлить в стеклянные бутылочки и принимать по одной столовой ложке перед едой до окончания средства. Так вот, Гречко сказал, что ему удивительно это помогло. Ну и, естественно, физпроцедуры. Куда же без физпроцедуров? Без физпроцедуров никуда. Вот так вот. Ну, а я Гречко бы посоветовала бы обязательно не пренебрегать. Сейчас я сюда спущусь, смотрите. Прямо здесь такие волны. Здесь такие волны. Здесь столько рапанов. Ой, ой, и маленьких рапанчиков, и больших рапанов, и каких только. Посмотрите, а вода здесь вообще изумительная. Вот есть места, где вот такое скопление ракушника. Столько здесь ракушки. Можно загребать и делать такие дизайны. Дизайны. Посмотрите, какая это красота. Вот она, вот она, маринотерапия, дорогие мои. Вот она. Посмотрите. Там спрашивали, можно к вам приезжать? К нам приезжать нужно. Нужно. Как же к нам не приезжать, дорогие мои? К нам можно приезжать и нужно приезжать, но только с добром. Только с добром. К нам приезжать всегда можно. У нас всех встречают и всех любят. Но при условии, если люди едут с добром. Потому что если люди едут с каким-то злым умыслом, то лучше к нам не приезжать. Потому что злой умысел, конечно же, будет наказан. Кем-кем? Не только Господом Богом, а мудрыми людьми, которые умеют защищать своих жен и своих детей. У нас хватает в каждой семье. Посмотрите, какая красота. Так. Поэтому делюсь. Хочу, чтобы мир стал здоровее. Хочу, чтобы мир стал добрее. И для того, чтобы вылечить себя, для того, чтобы вылечить свою семью, конечно, приезжайте. Там спросили меня по поводу, можно ли с полуторагодовалым ребенком. Конечно, можно. У нас с трехмесячным ребенком приезжали. И прекрасно себя чувствовали. А почему нет? Если у вас хороший ребеночек, если у вас... Вы считаете, что нужно ребенку раскрыть легкие, подышать вот этой вот красотой, вот этим вот удивительным запахом моря, понежиться... Правда, летом бывает, что много народу, но все равно у нас чистая вода. У нас же нет здесь заводов, фабрик. Вы представляете, какой воздух? Вот это действительно экологически чистая зона, потому что здесь нет абсолютно никаких фабрик, никаких заводов. Ничего такого близко даже нет. Итак, я хотела вам еще поговорить об одуванчиках. Сейчас скажут, ну вот, а да, дорогие мои, хоть и зима, а у меня есть настойка одуванчиков, у меня есть одуванчиковый мед. И вот сейчас, как раз именно сейчас, я его вовсю использую. И в чай кладу, и куда только я его не кладу. Так что доставайте из своих запасов сушеные одуванчики. Доставайте свой одуванчиковый мед. Надеюсь, вы делали его вместе со мной летом, ранней весной. Ну, мне так кажется, что многие мои зрители вместе со мной все собирают, потому что я делаю все сезонно. Ну, а сейчас достаем и используем. Вы знаете, после всех рождественских праздников, после всех новогодних праздников, это как никогда актуально. Если у вас проблемы с суставами, то не пропустите, когда в следующий раз, если вы не успели сейчас собрать, не пропустите цветение одуванчиков. Потому что настойка этих цветков снимает и воспаление, и боли, даже поможет предотвратить дальнейшее разрушение хрящевой ткани, если вы регулярно употребляете, например, одуванчиковый мед. Вот. Ну и делают как? Свежие цветки, бывает, промывают, обсушивают, утрамбовывают в баночку до плечиков. Я так и лосьон делаю, и не только лосьон. Плотно укупорив, настаиваем 3 недели и регулярно взбалтываем. Процеживаем и принимаем внутрь. Заливаем чем? Заливаем спиртом, дорогие мои, разведенным, либо водкой. Вообще я делаю, если я делаю настойки, то я делаю только на водке. Но кто-то делает на спирту. И вовнутрь принимают по 30 капель, разбавляя водой 3 раза в день до еды. Вот иногда, по капелькам, только по капелькам. Иногда делаем вот такие вот себе дни. Конечно, период беременности, лактации, у кого гипертония, гастрит, язва желудка, понятно, что и желчекаменная болит, то вы сами знаете. Каждый должен к себе подходить индивидуально. Потому что лучше, чем вы, свой организм никто не знает. Поэтому индивидуально каждый, смотрите. Растирание вот из этого всегда. Но у меня это чаще всего как лосьон. Я показывала вам. Но и как растирание, дорогие мои, тоже и коленки, и суставы, и ручки. Вот когда я рассказывала у меня, перерабатываю, то бывало в локтях когда-то была боль. Так вот, козье молоко и вот такие растирания, и мази, они мне, конечно, здорово помогли. Я не знаю сейчас, что такое боль в локтях. А поначалу, когда до того, как я усиленно начала заниматься, я именно сосредоточилась на том, чтобы узнать все, все про суставы. Все, все про эти артриты, артрозы, про все это досконально узнать. Я поставила цель, я докопалась до истины, и у меня тысяча и один рецепт. А растирание таким же вот способом, вот этим же лосьончиком, несколько раз в день растирать на стойкой больные места, после обмотать шарфом, и все. А лучше после этого еще наложить мазь, которую я недавно давала вам. И посмотрите, в моей библиотечке, там, где болезни и исцеление, есть у меня такой плейлист, там есть про артрит, про суставы, про тромбы, про все про это у меня есть. Посмотрите, и вы узнаете. И вот этой вот мазью наложите на всю ночь, это супер средство. Компрессики можно делать. А компрессики делают, смачивают в приготовленном средстве марлю, накладывают на воспалительный сустав и фиксируют бинтом. Для компресса подойдут и цветки из настойки, отжать их, наложить на больное место, закрепить бинтиком и оставить на ночь. И в ванночке можно чередовать с компрессами, растираниями. В одном литре теплой водички где-то взять, влить 30 капель настойки и парить проблемный сустав 15-20 минут. Очень хорошо эфирное масло мяты. Это вообще добавляете несколько капель мяты, милисы, эфирные масла и чайного дерева. Это изумительно. И делаете... Я люблю парить ноги. Я очень часто парю ноги. Этому научила меня моя мамочка. Она говорит, Катя, и парь ноги мужу. Обязательно парь ножки мужу. Я парю и себе, и мужу. Себе чаще. Мужу реже. Ну, надо исправляться. Будем исправляться. Ну, а я люблю вас. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Не болейте, будьте здоровы. Пока-пока.